Сегодня, 16 января, мы можем с вами отхватить прекрасный подарок. Мы, это я себя к вам присовокупляю, хотя на самом деле подарок достанется кому-то из вас. Наши друзья, Минское городское управление МЧС, предоставляет памятные сувениры. Это хорошая память, я вам скажу. Такой красивый, извилистый, изгибистый стакан для смузи, для разных напитков прохладительных. И Пауэрбэнк достанется победителю нашей радиовикторины, которую мы через несколько секунд устроим в нашем эфире. 9-2-4-0 о нашем коротком номере знают все. И те, кто слушает радио Минск испокон веков уже 16 лет, и те, кто только подключились. Этот короткий номер вам нужен для того, чтобы отправить смс с правильным ответом на мой вопрос. Напомню, 19 января день крещения Господня и день спасателя. С детства мы вот как-то так очень представляем образ спасателей такими доблестными. Я смотрю по детям, по своим в том числе. Эта профессия просто самая опасная в мире, наверное, это так и есть по статистике. Но и, в принципе, она требует какой-то профессиональной такой выучки, самоотверженности, преданности своему делу, что мы наблюдаем в наших спасателях. Поэтому хочется в преддверии профессионального праздника спасателей пожарных наградить тех, кто знает о них чуточку больше, чем все остальные. И так, как я уже говорила, в пакете приготовлен стакан для смузи, пауэрбэнк, и все это с фирменным логотипом Минского городского управления МЧС. Ответить нужно всего лишь на один единственный вопрос. Как известно, морякам желают удачи следующим образом. Семь футов под килем, да? Подводникам такое аналогичное пожелание звучит как «Чтобы число погружений равнялось числу вспытий». А что же говорят, желая удачи пожарным спасателям? Давайте пока без подсказки. Вот именно так. Какую фразу адресуют пожарным спасателям, когда желают им удачи? Что говорят? 9240 – тот человек, который первым правильно ответит эту фразу. А ее мне, сотрудники Минского городского МЧС, сказали. Так что это не выдумано. Это действительно то, что им нужно услышать. 9240 – жду ваши варианты ответов. Неслыханная битва просто в нашем эфире сейчас разгорелась. Точнее, за эфиром на нашем таком смс-портале, если вы можете так назвать, 9240. Потому что хотели перейдить друг друга, писали сообщения. «Как же желают удачи пожарным спасателям?» Были версии изначально. «Возвращайся!» «Ни дыма, ни огня!» Ну, потом уже начались правильные ответы. И первым написал правильный ответ человек, присылавший сообщение в 10 часов 11 минут 16 секунд. Далее, даже через 3 секунды уже следующий правильный. Но, в общем, Максим опередил всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы имеете какое-то отношение к МЧС профессиональной? Никакого отношения к МЧС не имею. Только друзья работают. О, ну как никакого? То есть друзья, вся ваша банда там, наверняка все рассказывают. Вы знаете все их легенды, истории и шутки. Ну, да, с большего. С большего. И что же они любят, чтобы им желали? Сухих рукавов. Расскажите тем, кто не знает, что такое рукава в понимании спасателей. Рукава – это, я так понимаю, пожарный шланг, с помощью которого тоже пожар. Да, то есть если пожарные рукава сухи, то это значит, что пожара не было, никуда не выезжали. Это специальные средства, которыми не тушат пожаров. А, кстати, что делают спасатели, когда нет вызова? Вот прям вот что они делают? Сидят наготове, читают книжки. Что ваши друзья вам рассказывали? Я, знаете, не интересовался. Ну, готовятся в боевом бежурстве. Прямо вы не интересовались, вам не интересно. Говоришь, ну, Пашка, что ты там делаешь? Поговори со мной. Говорит, не могу. Я? Транируются. А, тоже так делают. А вы как-то вместе с ними День спасателей отмечаете, поздравляете своих друзей с ним? Мы, конечно, поздравляем. Это хорошо. Что есть люди, которые знают, чего пожелать. И, собственно, наверняка сами следят за тем, чтобы работку не подбрасывать МЧСовцам. Да, совершенно верно. Приезжайте за Пауэрбэнком в Минск. Вас ждет также стакан для смузи. Ну, и что-нибудь от нас мы тоже вам туда обязательно поместим в пакетик.